Ангелы Виктории У нас мало вокалистов академического плана. Конечно же, вот такие проекты нам нужны в обязательном порядке. Не стали платить за тепло и оказались правы. Жители Улан-Удэ защитили свои кошельки от ТГК-14. Мало того, что они нам предъявили лишние числений, они открыли, будем так говорить, террор. Больше, чем искусство, международный фестиваль цирка проходит в Китае. Эфир «Середины земли» продолжат мои коллеги из Забайкальского края. Я передаю слово в Читу. О самых заметных событиях региона расскажет Татьяна Салихова. Здравствуйте. Центр поддержки общественников откроют в Чите добровольцы. Расскажите, чем будет заниматься организация и как стало возможным финансирование проекта. Здравствуйте, Юлия. Центр будет помогать составлять заявки на получение грантов для реализации социально значимых проектов. Запланирована также работа по сопровождению некоммерческой организации от момента ее государственной регистрации до самодостаточности. В том числе в рамках проекта предусмотрено бухгалтерское сопровождение. Общая стоимость создания центра составит около 4 миллионов рублей. Средства поступили в рамках президентского гранта. И к другим темам. В Чите работает Международная научно-практическая конференция «Экономические и экологические аспекты развития Шелкового пути». В рамках мероприятия состоялась экскурсия на площадке грузовой станции Чита-1 и в контейнерный терминал. После состоялся симпозиум, посвященный проблемам развития систем особо охраняемых природных территорий, по которым пройдет Шелковый путь. Предполагается, что новый Шелковый путь пройдет по Центральной Азии, России, Белоруссии и Европе. Наиболее значительными проектами в воссоздании древнего маршрута является реконструкция шести дорожных коридоров, три из которых непосредственно взаимодействуют с транспортной системой Забайкальского края. Инфраструктура Транссиба должна стать экономическим коридором. Концепция шелкового пути и морского шелкового пути 21 века, которую выдвинул председатель КНР Си Цзиньфин, предполагает объединение, прежде всего, экономическую интеграцию в стран, которые находятся на всем евразийском пространстве, а также стран Тихого океана, Индийского океана. Интеграция их в единое экономическое сообщество. Сегодня специалисты убеждены, для развития пути необходима целостная стратегия. Планов отдельных компаний и даже правительства недостаточно. Требуется единая дорожная карта для всех стран, которые объединяет шелковый путь. Немало вопросов и непосредственно к Транссибу, поскольку скорость движения поездов здесь одна из самых невысоких. Железная дорога прокладывалась еще при Николае II. Из-за вечной мерзлоты болот состоит из множества кривых. Современные технологии позволяют их спрямить, если говорить профессиональным языком. На сегодняшний момент сложно говорить, что это начало пути. Конечно, это очень сложный проект, но тем не менее реализация позволит нам и нашему краю быть востребованным в данный момент. Сегодня создана площадка совместная с Институтом природных ресурсов на нашей базе, Института железнодорожного транспорта, и где позволит обменяться мнениями по этому вопросу. Немаловажным аспектом в реализации проекта «Шелкового пути» являются и вопросы экологии. Наталья Собеникова, Андрей Шаронов, «Середина земли», Забайкальский край. В Чите продолжается реализация культурно-образовательного проекта «Опера без границ». Артисты и руководящий состав Бурятского государственного академического театра оперы и балета уже провели несколько мастер-классов со студентами, школьниками и преподавателями училища и школ искусств. На днях в Краевом драматическом театре состоялась открытая репетиция симфонического оркестра и мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи. Проект «Опера без границ» учрежден Министерством культуры Забайкальского края и разработан Забайкальским краевым училищем искусств совместно с Бурятским государственным академическим театром оперы и балета. Мастер-классы, которые проведут гости из Бурятии, могут посетить все, кто интересуется академическим искусством совершенно бесплатно. Все наши хоровики, хорместеры, дирижеры очень в этом заинтересованы, потому что это действительно развивает во многом и происходит взаимообогащение. Это повышает профессиональный уровень. У нас активно к этому подключилось училище искусства. У нас в Крае не так развито академическое искусство, как в других близлежащих регионах. Действительно, у нас нет симфонического оркестра, у нас слабо развито скрипичное исполнительство, у нас мало вокалистов академического плана. Конечно же, вот такие проекты нам нужны в обязательном порядке. 20 ноября в Училище искусств Народная артистка России, художественный руководитель оперной труппы Дарима Ринхавоин проведет мастер-класс по вокалу. Главный хормейстер театра Валерий Волчанский поработает с хором студентов Камертон. 21 ноября работа продолжится на площадке Драматического театра, где состоится открытая репетиция симфонического оркестра и два занятия по актерскому мастерству и сценической речи, которые проведет режиссер Вера Домбровская. Желающих посетить мастер-классы уже много, аншлаги ожидаются и на концертах. Напомню, что это уже пятые гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета в Чите. В последние годы мы возили сюда балет и было очень много просьб зрительских о том, что давно мы не привозили именно солистов оперы. В этом году мы решили привезти концертный вариант, но тем не менее, кроме солистов оперы приезжает еще симфонический оркестр. Многие зрители тоже говорили, что обязательно привозите симфонический оркестр, чтобы не было никакой фонограммы и так далее. Поэтому мы пошли специально, чтобы было все по-настоящему. Очень приятно к вам приезжать, потому что нас связывает золотая нить наших отношений, потому что это все связано и не только с нашими гастролями, но и с нашими певцами, танцорами, которые здесь, с Байкальского края, с Агинского округа. Я думаю, что мы как родственники в любом случае. Конечно, наш театр очень известен не только здесь, вот в Сибири. Он сейчас получает большую широкую известность по всей нашей России огромной. Всего в Читу театр оперы и балета везет около ста солистов, ведущих артистов и музыкантов. За три дня, 19, 20 и 21 ноября, на сцене драматического театра состоится три постановки. Гала-концерт, программа «Ах, оперетта, море музыки и света» и «Я люблю тебя жизнь», где будут исполнены песни советских лет. А маленьких зрителей ждет детский музыкальный спектакль «Фунтик». В ходе сегодняшней встречи руководители Бурятского академического театра передали пригласительные для двух ветеранских хоровых коллективов и воспитанников детских домов. Екатерина Станиславская, Анатолий Тюльнев, Середина земли, Забайкальский край. На этом блок новостей Забайкальского края завершен. На связь с нами выходят коллеги из Улан-Удэ. С новостями Бурятии нас познакомит Юлия Пермякова. Здравствуйте. Информагентство публикует тревожные новости. В республике объявлен карантин по бешенству. Расскажите, какая территория попала в изолированную зону и сколько продлится карантин. Приветствую вас, Татьяна, и зрителей Приангария. Карантин по бешенству объявлен в местности Намок-Талгойму, Харшибирского района Бурятии. Кроме самой стоянки, в карантинную зону попали другие населенные пункты. Пастбище, лесной массив и охотничьи угодья в радиусе 10 километров от очага. Причиной таких жестких мер стал инцидент. Взрослая больная осыпь лисы покусала сторожевую собаку. Сейчас в принудительном порядке вакцинируют всех домашних животных. Запрещена торговля мясом и скотом, вывоз собак и кошек за пределы территории и отлов диких животных. Карантин продлится два месяца. И к другим событиям. Не стали платить за тепло и оказались правы. Жители Улан-Удэ выиграли войну с ТГК-14. Компания стала начислять потребителям из дома номер 33 по улице Пушкина неожиданные суммы. В общей сложности вышло примерно 650 тысяч рублей. В ход шли всевозможные способы воздействия на мнимых должников. Но люди свои права отстояли. Подробности расскажет Оксана Тантоева. Вы платите исправно, отдайте еще. Два года назад Валентина Перевозникова неожиданно для себя стала должницей. 30 декабря узнала, что в ТГК-14 ей нужно дополнительно оплатить еще 5000 рублей. Новогодний подарок стал потрясением для пенсионерки. Вдобавок регулярно стали приходить письма счастья. Мало того, что они нам предъявили лишние начисления, они открыли, будем так говорить, террор. Они присылали, позвонили по домашнему телефону и по сотовому в любое время, суток, о том, что мы должны погасить задолженности. Мнимыми должниками оказались жители всего дома. Им насчитали почти 290 тысяч, и это только за 15-й год. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. В 16-м ТГК-14 настоятельно советовала доплатить уже 400 тысяч рублей. На вопрос, за что, по словам потребителей, внятного ответа они так и не услышали, как и наша съемочная группа. Вообще, этот вопрос сложный довольно-таки. То есть, здесь шли действительно судебные разбирательства, и в настоящий момент еще точка не поставлена конкретно касаемо по разбирательству по данному дому. А судебного решения, которым действует ТГК-14 признан незаконными, нет. Зато есть предписание муниципальной жилищной инспекции. Туда за помощью обратились горожане. В документе черным по белому написано, излишне предъявлено к оплате. Нарушение устранить. Чтобы защитить людей от поборов, специалисты жилищной инспекции провели детальную проверку, сверяя ежедневные показания приборов учета. Причем не только в этом доме. Только за 2017 год управлением было проведено порядка 35 проверок. То есть, 35 многоквартирных домов выявлено около 4 миллионов именно вот этих незаконных доначислений. В настоящее время ТГК-14 уже больше половины перерасчетов произведены. До сих пор проводится работа по исполнению предписаний. Также жители вправе обратиться с письменным заявлением в ПАУ ТГК-14 для возврата штрафных санкций в размере 50%. Жители этого дома свои права отстоять смогли. Теперь им сделали перерасчет, и звонки от ТГК должны бы прекратиться. На сегодняшний день никаких официальных извинений жители этого дома пока так и не получили. Это были лишь некоторые интересные события из жизни Улан-Удэй-Республики. На этом блок новостей Бурятии завершен. Спасибо, что в эти минуты были с нами. Ну а к выпуску международной программы «Середина земли» присоединяются наши коллеги из Улан-Батора. Хама, здравствуйте! Что сегодня в центре внимания в Монголии? Здравствуйте, коллеги! Эфир международной информационной программы «Середина земли» продвижает новости в Монголии в студии «Лхама». Високая цена проезда на такси вызывает все большее недовольство среди жителей Улан-Батора. Таксисты объясняют свои тарифы выросшими зимой затратами на топливо. Но для пассажиров эта причина не аргумент. Рынку такси в Монголии требуется регулирование, уверены эксперты. Иначе так и будет повторяться ситуация, когда каждый водитель выставляет цену. В 2014 году в среднем один километр проезда на такси в Ламбаторе обходился в сумму от 600 до 800 угриков. Сегодня один километр стоит уже 1500 угриков. И это минимальная цена. Каждый водитель сам определяет, сколько стоит дорога с ним. И разница бывает весьма существенна. При этом таксисты такую ценовую неразбериху объясняют выросшими затратами на топливо, которого зимой традиционно уходит больше. Но даже простые расчеты показывают таксисты луковят. При средней цене от 92 в 1630 турек. Стоимость проезда на такси за каждый километр составляет 1500-2000 турек. Я плачу столько, сколько говорит водитель. Но часто они ставят слишком высокую цену. Таксисты сколько хотят, столько и насчитывают. Каждый день езжу на такси по одной и той же дороге. Но каждый водитель озвучивает разные цены. По моему мнению, рынок такси надо контролировать. Должны быть официальные фирмы с четко обозначенными тарифами. По разным подсчетам, в Ламбадре работают порядка 4200 машин такси. Их работу контролирует только 22 государственных инспектора. Естественно, что в такой ситуации рынок по большей части остается не подконтрольным. А это значит, что ценовой произвол от таксистов будет продолжаться. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Середина Земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Нихао, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем, в студии Сянчжунань. В Шанхае состоялся показ белья бренда Victoria's Secret. Ход шоу входит в список главных событий в мировой индустрии моды и собирает на подиуме ведущих моделей. В этом году в дефиле приняли участие семь китайских красавиц. Рекольное количество в истории мероприятия. Эксперты связывают это, в том числе, с намерением бренда стать лидером на рынке КНР. В феврале в Шанхае открылся первый фирменный магазин. По предварительным оценкам, к концу года объем розничных продаж достигнет 25 миллиардов долларов, что в два раза больше, чем в США. Воплощение моды, гламуры и сексуальности. Впервые в Шанхае и в Азии состоялся показ Victoria's Secret. Это одно из самых ожидаемых событий в мире моды. По оценкам экспертов, смотреть трансляцию шоу будут около 800 миллионов человек по всему миру. В нынешнем дефиле приняли участие 55 супермоделей разных национальностей. Я чувствую себя действительно здорово, ведь это самая известная и большая страна, континент рынка нижнего белья. Я очень жду шоу, никакое другое не может сравниться с шоу Victoria's Secret. Это ночь феерии и разнообразия. В этом году на подиуме появилось семь китайских моделей. Рекордное количество по сравнению с предыдущими показами. Много разных национальностей. Я очень рада этому, и особенно тому, что все это происходит в Шанхае. Думаю, они раньше никогда не были в Китае. Это здорово, что здесь такое разнообразие моделей. Живолосые, азиатки, из Анголы. У меня появилось много друзей. Это так классно. В рамках дефиле состоялось четыре музыкальных представления, в том числе выступление Джейн Джан, первой китайской певицы на шоу Victoria's Secret. Главной интригой конкурса стал вопрос, кого из моделей удостоит чести продемонстрировать золотой бюстгальтер Fancy Bra, инкрустированный бриллиантами, сапфирами и голубыми топазами стоимостью в 2 миллиона долларов. Выбор организаторов пал на бразильскую модель Лаис Рибейра. Для меня это был сюрприз. Я даже плакала от радости. Было много разных эмоций одновременно. Я была очень горда собой, очень благодарна. Шоком для аудитории стало драматическое падение с 15-сантиметровых шпилек китайской модели Симы Няо. К счастью, красавица не пострадала, но инцидент стал поводом для масштабного обсуждения в китайских соцсетях. Главной новостью вечера стало заявление владельцев бренда Victoria's Secret о намерении покорить китайский рынок нижнего белья. Я думаю, что это молодежный бренд, но полагаю, конструкции и изделий нуждаются в некоторой локализации, чтобы соответствовать телосложению китаянок. Бренд хочет покорить китайский рынок, так что имеет смысл привлекать больше китайских моделей. Шоу Victoria's Secret будет транслироваться сразу на нескольких китайских веб-ресурсах 29 ноября. По мнению аналитиков, внимание, огромная аудитория к дефиле сыграет на руку владельцам бренда и в перспективе поможет здорово заработать, учитывая высокую покупательскую способность китайских потребителей. В китайском Джухае проходит четвертый международный фестиваль циркового искусства. В нем участвуют 25 цирковых трупп из 18 стран мира. Мои коллеги с подробностями. Иллюзионисты, клоуны, акробаты и другие артисты цирка из Китая, России, Канады, Франции, Италии и еще более чем десятка стран состязаются за две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды. Призеров определит жюри, состоящая из именитых деятелей искусства. А пока последние анализируют, сравнивают и выбирают лучших, зрители просто наслаждаются. «Я восхищен номером братья Пеллегрини. Столько сил и столько мужества. Это что-то невероятное». «Американские иллюзионисты потрясающие. Они вышли на сцену, и зал просто взорвался. Настоящие мастера. То, что они делают неожиданно и очень смешно». «Мне очень понравился номер российско-украинского дуэта. Так пластично, так красиво. Я в восторге». «Это такая красивая история любви, которая не может никого оставить равнодушными. Как они чувствуют друг друга. Движение одного плавно перетекает в движение другого». Масштабный праздник цирка продлится до 25 ноября. Выступления пройдут в Джухае и Аумене. Причем некоторые из них можно будет посмотреть абсолютно бесплатно. На этом у меня все. Передаю слово коллегам из Иркутской области. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня в «Середине земли». Смотрите новости о соседних регионах и стран уже завтра в это же время. С вами была Юлия Кожевникова. Всего доброго и до встречи в эфире.